Приветствую вас! Я, поддерживая своего коллегу, хотел бы просто немножечко дать вам анализ того, что вы написали. Пишите вы о том, что у вас поначалу была страсть, ссоры были постоянные, у него характер спокойный, у вас очень сложно. Постоянно ищите в своей жизни трагедии, думаете, что вас придадут, нет доверия к людям. Все выливается из детства, видели, как жили мои родители. Ну вот смотрите, мужчине вообще тяжело было жить с вами, при условии, что вы постоянно во всем видите трагедии, негатив и прочее. Мужчине действительно очень тяжело жить в такой атмосфере, если угодно. Это требует много эмоциональных затрат. Значит, дальше вопрос, почему вы видите во всем негатив, почему вы во всем видите трагедию, почему вы считаете, что вас предадут и так далее. Тоже момент, достаточно важный, на мой взгляд. Чем обусловлено подобное ваше предположение? На чем оно основывается? Не очень понятно. Потому что, если родители вам привили такое вот понимание, да, того, что вас предадут, то это одно. Родители, конечно, ваши не то, что прям виноваты, но они воспитывали вас как могли, и это их, это их, как бы, право, то, что они могли. Но почему вы вступили в отношения, будучи негативно настроены, ну, собственно, не очень понятно. Тем более, что вам было на момент знакомства 19 лет. То есть, корень проблемы здесь в том, что вы пришли в отношения, будучи слишком рады. Так же интересно было бы у нас, вот у вас была страсть, вы голосите, то есть вас связывала только, ну, симпатия друг к другу, как мужчина и женщина. То есть, вы почти не видели друг друга в качестве друга, в качестве, там, партнеров по интересам и так далее. Всего этого вы в себе, вы в друг друге не видели. И это, вообще-то говоря, очень плохо. Потому что именно по этой причине, я полагаю, и сильно так подозреваю, у вас и возникли проблемы. Потому что тяжело строить отношения только на симпатии, как мужчина и женщина, и как женщина к мужчине. Нужно что-то общее. Дальше вы пишите о том, что, значит, ну, вы ссоры были постоянно, много чего плохого ему говорили вы. Потом со слезами просили прощей, пытались меняться. Но человек так не может быстро измениться, но сама помощь поддержит себя. Я просила, потерпи, расшившись и изменится. Ну, вот вы пишите сами, что хотите меняться, нужна помощь и поддержка. Понимали ли вы, что вам нужно меняться? Отдавали ли вы себе отсчет в том, что изменения вам необходимы? Если да, то тогда какую именно помощь вы хотели и почему ее не получили? Очень важный вопрос. Дальше. Если я правильно вас понял, то вы воспринимали ребенка как средство для чего? Для своего изменения? Простите, ребенок не будет выступать с резким. Ребенок это, ну, если вообще, это естественный результат любви двух людей. У вас получается так, что ребенок должен был родиться и вас изменить. А если нет, почему вы так уверены, что после родов вы бы изменились? Не все люди изменяются после родов. Не все матери становятся другими. Откуда у вас такая информация? И самое главное, что это, полагаю, не что иное, как родительский сценарий. Именно естественно проявляться. А, вероятно, вас, родители, использовали как средство. И вы, ребенка, то не используете как средство. Отсюда проблемы. Ребенка нельзя использовать как средство. Еще раз повторяю. Дальше. Значит, мы никогда не разговаривали, ведь в отношениях важно разговаривать. А я от него слышу только, о чем нам поговорить, но нет общих интересов. У вас очень интересно здесь правда получается, что мы никогда не разговаривали, ведь в отношениях важно поговорить. Если вы никогда не разговаривали, то, может быть, все дело в том, что у вас не было у обоих направленности на создание общих интересов, у вас свои, у него свои интересы, и отсюда это как бы следствие того, что у вас была страсть. Это следствие того, что вы воспринимали друг друга только как мужчину и женщину. Вы не воспринимали друг друга ни как, ни как, ни по-другому. И вы, я полагаю, меня внуждались, да. Что хотел мужчина от вас, для меня загадка, даже после прочтения всего вашего письма. Дальше. Мужчина попадает в аварию, вы постоянно с ним, а потом вы пишете, что сказали ему ужасные слова. Простите, а что вынудило вас сказать такие слова? Вот вы говорите, что я сказал ужасные вещи, говорите, этого не надо было, и так далее. Может быть, говорить этого, может быть, и не надо было. Хотя это не столь важно. Важно другое. Вы почему это сказали? Что заставило вас это сказать? Вот что важно. Вот что имеет значение. Что сподвигло вас на то, чтобы такое сказать? Какова причина ссор была, например? Понимаете? В этом корень проблемы, а не в том, что вы что-то сказали ему. Если вы ссорились с ним из-за того, что постоянно ищете в своей жизни трагедии, и думаете, что вас предадут, нет доверия к людям. Тогда, если ссора только в этом, это можно исправить. Надо работать с вами. Если мужчина сам как-то провоцировал вас на ссоры, это уже другой момент. Здесь нужно разбираться, в чем именно мужчина вас провоцировал. И тогда нельзя говорить о том, что вы виноваты. Нельзя взваливать на себя ответственность за ваши отношения. Все. Ведь мужчина несет ровно половину ответственности за вашу семью и за вашу папу. Дальше вы пишите, что он отрастил, ездил по больницам с вами, а потом все рухно появились друзья, начал ездить на гонки, потерял работу, произошла ссора, и он сказал, что вы ему не нужны. Ну вот, смотрите, как получилось. Конечно, временных рамок вы здесь не указываете, но мужчина для вас делает все, терпит. А вы, когда у него появляется своя отдушина, когда у него появляется свой досуг, свой отдых, если угодно, вы, видимо, против этого же начинаете его ограничивать. И опять произошла ссора. На почве чего произошла ссора. К чему вы не считаете, что мужчина должен, может иметь свою личную жизнь, делать что-то для себя, на основе чего вы посадились? Далее происходит стандартная достаточно тема. Мужчина, убедя, что она сняла другую, приважен, приписывался, показывая фото, говоря, что она лучшая, ребенок ему не нужен. В общем, это происходит, по сути, отторжение всего того, что у него есть. То есть это станут остальные капли. И вот, забегая чуть вперед, отвечая на ваш вопрос, как так сегодня, любимый, а то, что нет, у людей есть терпение, есть чаще терпение. Так вот, у него чаще терпения переполнилось этой ссорой. Может быть, плюс потери работы и осознание того, что он не сможет содержать вас и ребенка. Понимание того, что ответственность за семью, это точно ему еще рано, 23 года, когда хочется погулять и так далее. И, возможно, именно друзья дали ему понять, что он хочет по-настоящему. А по-настоящему, но он, скорее всего, хочет именно гулять на данный момент. И именно поэтому семья ему не нужна. Дело не в вас, а в том, что мужчина понял, что поспешил. Поспешил создать с вами семью. И из-за этого все его поведение такое. Ну, далее вы пишите, что унижались перед ним, винили себя на свой характер. Вот этого делать не стоило. Вы еще больше обесценивали себя для него. И причина для такого поведения тоже важна. То есть все заставляло вас так себя вести. Вы не были разноправными партнерами в этих отношениях. Вы были явно более зависимы от них и от своего мужчины. Возникает вопрос, в чем зависимость ваша была, как она проявлялась, в чем она обусловлена, какими попребностями она обусловлена. И, собственно, с этим нужно работать. Чтобы вы были независимы, чтобы вы получали свою самооценку, чтобы вы учились быть независимы и тем самым ценны для мужчины. А вот, скорее всего, произошло все с точностью. Да наоборот, вы не были ценны, вы унижались перед мужчиной, в следствии чего уважение всякое к вам он потерял. Ну, далее вы пишите, что, в общем, решили месяц живете отдельно. Сказал он, что нужен развод. Вы ему отказали. Сказали, что ребенок родится в браке. Ну, вот тоже, зачем противотечить человеку, если видите, что он настроен совершенно откровенно, зачем еще больше усиливать конфликт. Точно непонятно, что вы хотите добиться. Какая разница, в браке ребенка родится или нет, если все равно отец ребенка мужчина, и вы имеете право в судебном порядке снискать с него алименты, когда ребенок родится. Почему, зачем нужно было усиливать конфликт, мне непонятно. Далее, значит, важно, далее вы пишите, что остались свои одна, прокручиваете. Вчера любил, говорил простить, но в следующий день что-то раслюбил. Я не понимаю, как так, ведь я нашел его ребенка, он его хотел. Возможно, мужчина тоже думал, что ребенок исправит ситуацию, как и вы, но потом понял, что ребенок ситуацию не исправит, а еще больше усугубит ее. Он это осознал, он понял, куда идет, и понял, что ему не нравится то, к чему он идет. Друзья и его досуг это показали, плюс работа, о которой я говорил, вот вам и такое его поведение. Нет, это не наказание, это на ваш характер, это называется жизнь. И сейчас называется молодость. Ваши мужчина все-таки молодой, ему 23 года, и ничего удивительного, что когда он мечтали встречаться, ему было 17, сейчас он дросший человек, очень сильно изменился за 6 лет, что вы вместе, и вполне вероятно, его ценности стали совсем другими. И он понял, что вот эти его поменявшиеся ценности уже не воспринимают вас как жену, как партнера в отношениях, и отменившиеся ценности, они показывают ему, что вы для него чужали. Ну или по крайней мере, что с вами он быть не хочет на данный момент. И все, что он делал, это было по инерциям. То есть ценности ведь меняются не сразу. Вы сами писали, что человек не может быстро поменяться. Так вот и здесь произошло то же самое. Человек не сразу осознал, что его ценности изменились, и когда понял, это нужно было еще принять. То есть время на то, чтобы осознать и принять свои новые ценности, прошло немало. Времени потребовалось много. И за это время Пенепсион делал то, что вы от него знали, потому что думал, что вас любят. Ну а осознание того, что любви нет, приходит, как правило, либо постепенно, очень долго, либо очень быстро. И в вашем случае произошло именно второе. Очень быстро он понял. Поэтому не нужно искать ответов, не нужно искать объяснение. Если вы своего мужчину любите, то желаете ему счастья. Если вы желаете счастья ему, то примите его выбор. Поймете, что как ему лучше. Поймете, что в данной ситуации нет виноватых, вы оба несете ответственность за нее, и что мужчина с вами был бы несчастлив. если вы в нем нуждаетесь, сразу в нем нуждаетесь, потому что просили бы, как пишите, все, что он вам сделал, то нужно определить корень этой неждаемости и удовлетворить ваше желание от настоящее. Дальше вы пишите, стали бы умнее, значит, и вот этот момент, если вы чувствуете, что нужно меняться, то меняйтесь сами, для себя, не для него, не для ребенка, для себя, меняйтесь, меняйтесь сами для себя и ради себя. когда мужчина это увидит, и либо вы ему понравитесь, та новая, в которой вы себя сделаете, либо не. Но меняться нужно. Не нужно изменения оставить в зависимости от каких-то людей. Соответственно, именно это вы всегда делаете. Вы чувствовали, что нужно меняться, но сперва для вас условием изменений был ребенок, потом для вас условием изменений стало возвращение вашего мужчины, а в итоге самих изменений так и нет. Может быть поэтому отчетный мужчина и ушел. Но вы не виноваты в этом ситуации. Вы просто поймите, что это жизнь, и что не сложилось, так бывает. Можно жить дальше, условить все уроки, исправить все недосчеты, о которых я говорил, и собственно выстраивать свою жизнь уже на других основах. быть более независимой, более самостоятельной, более позитивной, более уверенной в себе, не позволять себе унижаться перед мужчиной лишний раз. Если вы собираетесь оставить ребенка, то соответственно ради него вам нужно быть счастливым. это счастье не зависит от кого бы то ни было вообще. Ну, вы знаете, да, есть у вас немножечко наивности, конечно, но эта наивность, я бы сказал, связана с неуверенностью в себе. Большой насчет. Именно из-за того, что вы неуверенны в себе, у вас есть это самая наивность. А если будешь увереннее в себе, то и наивность так пройдет. Потому что формально мы не наивны. Когда человек не доверяет людям, и когда человек ведет трагедию наивностью, это никак нельзя назвать. Это совершенно точно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.